Вот, Василий, ты говоришь, что ты читаешь, и ничего у тебя в памяти не остается. Сейчас попробуем... Одного влетает, другого влетает. Сейчас попробуем эту вылечить у тебя. Давай, перекрестись во имя Отца и Сына Святого Духа. Бумаги не надо. На, вот объявление возьми. Царю Небесный помнишь молитву? Положи Евангелие. Давай, Царю Небесный, молитву прочитай. И начни чтение. Будем заниматься Словом Божьим. Ну, разлегся еще. Хорошо ему, тварь бессловесная, не надо душой своей заниматься. Все, не отвлекайся, Вася. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Царь Небесный. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий и все наполняющий. Источник благ. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий и все наполняющий, Источник благ и податель жизни. Ряди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверной, И спаси благи и души наши. Аминь. Все, бери Евангелие, садись. Давай, Евангелие. Евангелие от Луки. Святое благовество, не глава первая. Давай, с выражением и запоминай. Потом будешь рассказывать. Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам, то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочленный феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Во дни Ирода царя Иудейского был священник из Авиевой череды именем Захария и жена его из рода Ааронова, имя ее Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и усталым Господним беспорочно. Ну вот сейчас подожди, остановись. Какие имена священника как звали? Захария. Ну вот. А жену его? Елисавета. Чьи они родители? Родители Иоанна, крестители. Ну вот, правильно, читай дальше. Видишь, а ты говоришь, ничего не запоминаешь. Вчера читал, осталось у тебя в памяти что-то. Открывай. Эту главу ты вчера читал, да? Сейчас еще раз закрепим, все. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кордения. И все множество народа молилось мне во время кордения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, наречешь ему имя Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится, еще от срева матери своей. Подожди, сейчас смотри на меня. Вот сейчас вспоминай, что ты прочитал? Была Елисавета и Захария? У них не было чего? Были, у Елисавета была бесплодная. Так, видишь, вспомнил. А они детей хотели или нет? Хотели, конечно. И Захарий что, об этом? И Захарий об этом молился, о Господу. Вот, и Ангел Господень. И Ангел Господень явился ему в церкви, в прикольдении Захарии. И что он сказал? И Захарий смутился, и страх напал на него. Вот. У тебя, Вася, хорошая память. Я даже эти уже строчки забыл, а ты вспомнил. И что Ангел ему сказал? Ангел сказал ему, не бойся, ибо не подсматривай. Услышена молитва твоя. Не подсматривай. А я не смотрю. Молодец. За бровей не понять, кого ты смотришь. Услышена молитва твоя. И родит Елизавета. И зачнёт Елизавета. И родит тебе сына. Назовёшь его. Камеру рассказывай. Глаза подними, Вася. Назовёшь его. На меня смотри. Именем Иоанн. И чем необычен будет этот ребёнок? Не будет пить. Не будет пить вина и секера. Что такое секера, знаешь? По-нашему, водка сказать. Напиток алкогольный, крепче вина который. Вот. А говоришь, памяти нету. Есть у тебя память? Её надо развивать. Читай дальше. И будет тебе радость и веселье. Наречёшь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье. И многие о рождении его возрадуются. Ибо он будет велик перед Господом. Не будет пить вина и секера. И Духа Святого исполнится ещё от шрева матери своей. И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их. И предвидят пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов в детям. И непокоримый образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. И сказал Захария Ангелу, почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Ангел сказал ему в ответ. Я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и благостить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется. За то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в своё время. Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, выйдя, не мог говорить к ним. И они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. После сих дней зачала Елисавета, жена его. И таилась пять месяцев и говорила, так сотворил мне Господь во дни киев, которые призрел на меня, чтобы снять с меня поношение между людьми. Ну, достаточно. Давай, закрывай. Закладку положи там или пальцем держи. Что запомнил? Давай. Прохладно. Сейчас, закрою. Ну, вот, ангел сказал, что зачнёшь. Ангел сказал Захаре, что зачнёт Елисавета от Духа Святого. На меня восьмотри. Мне рассказывай. Зачнёт Елисавета от Духа Святого. И родить тебя сына. И наречёшь его имя Иоанн. Потому что он будет велик пред Господом. Сюда вот смотри на меня, не опускай глаза. Дальше. Захарий усомнился, какое видение будет. Знак какой будет. Подтверждение этого. Как я узнаю это? Что это? А ангел сказал ему, так как ты усомнился, что это будет, то будешь ты молчать, покуда это не исполнится. И дальше? И прихожане пришли в храм, и что они видят? Исполнилось то, что ангел говорит? При прихожане ждали Захарию, почему он задерживается в храме. Захария вышел и не мог вымолвить слово и объяснялся с прихожанами знаками. Тогда Захарий понял, что это вот именно то, что ангел ему сказал. Так, да? Ну, да. Я, окончив службу, он пошел к себе домой. Ага. Ну, давай, дальше читай. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. В гневе, обрученной мужу именем Иосифу. Иосиф. Иосифу из дома Давидова. Имя же Деви Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся благодатно, Господь с тобою, благословенно ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в отшреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь, Бог, престол, Давида, отца его». Ну все, достаточно. Закрывай. Давай, что запомнил. «Гляди на меня, Василий, на меня гляди». На меня гляди, я тебе подсказывать буду. Что я сейчас прочитал? Про ангела. Кому он явился? Ну, после этих событий ангел Божий явился к Деве Марии и сказал ей. Я что-то тут запомнил. Ну давай, открывай, еще читай. не внимательно прочитал. Внимать это надо, значит, внимательно, внимать в себя. А в одно ухо влетело, в другое вытело, это значит, не внял в человек, в себе ничего не осталось. Надо заново. Давай, слух. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот зачнешь в очреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царства его не будет конца. Ну все, достаточно. Закрывай, пересказывай. Глаза подними только. Перекрестись, может, вспомнишь. Господи, дар и память. Ангел явился кому? Ангел явился Деве Марии и сказал ей, «Не бойся, Мария, ибо ты зачнешь от Духа Святого и родишь сына, и наречешь его имя Иисус, ибо будет он велик пред народом». Все, перекрестись, скажи, «Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе». Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Ну, проясняется же память у Тебя, можно же повторить. Да, с трудом. Ну, с трудом, царство Божие усилием берется, как ты хотел. Везде нужно трудиться, особенно над душой своей. Как так? Вот.